Приветствую! На днях пан Гетманцев выступил с очередной блестящей идеей увеличить налоги для ФОПов до 20%. Ну прекрасная же идея, ну поаплодировать ему нужно. Давно от него мы не слышали ничего подобного. А, ну как давно, с месяц где-то, да? Так вот, сейчас мы поговорим о том, что он предлагает, и я хочу показать вам, почему это не так страшно, и как вы сможете оптимизировать налогообложение, даже если идея Гетманцева будет водворена в жизнь. Итак, что он предлагает? Он предлагает взять за основу польскую модель налогообложения и установить для ФОПов, которые занимаются торговлей, 3%, а для тех, кто занимается услугами, от 12% до 20%. До 20%, и все это подается нам под соусом, что, мол, мы боремся с тем, что крупный и средний бизнес использует ФОПов для того, чтобы, мол, оптимизировать налогообложение и, соответственно, что? Платить меньше налогов. И вдумайтесь, при этом он предлагает на сегодняшний день, вдумайтесь, 3% установить для торговли. Сейчас у нас 5%, да? А будет 3%. Вопрос, а это точно поможет избежать оптимизации налогообложения крупному и среднему бизнесу. То есть супермаркеты, сети супермаркетов, в которых сейчас мы можем зайти и увидеть, что на каждой кассе отдельный ФОП, и вот там этот ФОП сейчас платит 5%, а будет платить 3%. Это точно то, что я думаю? Мне кажется, что это немножечко расходится со словами пана Гетманцева. Это наоборот, больше поможет людям экономить на налогах. Но идем дальше. Сейчас, конечно, после этой новости ФОПы, которые занимаются предоставлением услуг, были в шоке. Ну как 20%? 20% платить? Ну, это же жесть. Это пятая часть доходов. Но успокоимся. Все не так уж и страшно. Почему? Я уже представляю, как я, ФОП, который предоставляет юридические услуги, консультации, да, я же услуги предоставляю, наверное, буду менять свой род деятельности и стану, наверное, издателем. И буду продавать брошюрки. Брошюрки, в которых, о чудо, содержится ответ на ваш вопрос. А если вы попросите его прочитать мне, да, вы перед покупкой брошюрки захотите же ознакомиться с товаром, да, то я, конечно же, вам прочитаю ее содержимое. А потом, когда-нибудь, может, когда вы придете в офис, вы заберете эту брошюрку. А те люди, которые занимаются сейчас, например, ну, у них парикмахерские, да, спа-центры и прочие виды услуг. Что же они будут делать? Они будут делать, на мой взгляд, следующее. Они откроют второй ФОП, который будет продавать, не знаю, косметику. Но проблема в том, что когда женщина будет приходить в парикмахерскую и говорить, что я хочу постриться, ей предложат сначала купить крем, какой-то крем для лица. Этот крем для лица в ближайшем магазине будет стоить 10 гривен. Но она заплатит за него 500, например, гривен. А потом другой ФОП пострижет ее за 1 гривну. Та-дам! И все. И вся стройная схема Гетманцева просто разрушилась. Более того, она ведет к тому, что просто ФОПов, с помощью которых оптимизируется налогообложение, станет больше. Потому что этим начнут пользоваться даже уже мелкие ФОПы. Вот даже такие, которые там, ну действительно там парикмахерские, не знаю, что там, салоны красоты, прочие, консультационные услуги. Да люди будут продавать товары. Просто перейдем все на 3% на продажу товаров, а отдельно будет ФОП, который будет предоставлять услуги, любую услугу за 1 гривну. Ну а кто нам мешает за 1 гривну предоставлять услуги? За 2, не знаю, за 10 гривен. Ну а что? Мы вот такие добрые и хорошие. К чему я веду? К тому, что, во-первых, надо понимать, что слова Гетманцева это всего лишь еще слова. Это не значит, что это притворится в жизнь. Но даже если это притворится в жизнь и станет уже системой налогообложения, то все равно там есть способы оптимизации налогообложения даже при таких условиях. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, а также заходите на мой телеграм-канал. Там информации гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.